Директора комбината по благоустройству и бытовому обслуживанию Наринмара Виктора Кузьмина горожане знают не только в силу должности. Многие ценят его за порядочность, честность и отзывчивый характер. За желание помогать тем, кто оказался в затруднительной ситуации. Начинал Виктор свою трудовую биографию в Наринмаре в 70-х годах прошлого века, после того, как окончил высшее инженерное морское училище в Мурманске. Дипломированный инженер-механик пришел трудиться на рыбокомбинат. Меня поставили командовать угольной котельной, как молодого. Я проработал месяцев пять, наверное, механиком котельной. Но после этого много лет у меня вынес убеждение, что ни в коем случае нигде не работать, где есть котельная на угле. Вот такое тяжкое, потому что тяжелый труд и пьянка, значит, там это и всякое. И самому на вахте приходилось стоять. Однажды в консервном цехе комбината случилась авария. Для решения проблемы прибыл даже большой начальник из ведомственного архангельского управления. Он-то и разглядел в 22-летнем молодом специалисте организаторские способности и умение работать, после чего Виктор Анатольевич вступил в должность главного инженера рыбокомбината. Руководил предприятием Леонид Иванович Саблин. Выпускали продукцию из наваги, корюшки, комбалы, зельди и другой рыбы. Также делали всеми любимые консервы из оленины и олени паштет. Была своя линия лимонадного цеха, где разливали вкуснейшие напитки дюшес и крем-сода. Однако с распадом СССР, финансовым кризисом, приказал долго жить и Наринмарский рыбокомбинат. По личному мнению Кузьмина, причины краха предприятия были следующими. Первое, что без финансовой помощи тяжело. Второе, что надо было применять новые технологии. Но помощи было мало, а о новых технологиях можно было только мечтать. Определенный эффект мог бы быть достижим, если обрабатывать рыбу на местах. Позднее Кузьмин пытался это сделать, но нехватка финансовых ресурсов в те годы все начинания сводила на нет. И более трех тысяч человек по округу так или иначе завязанные на предприятие остались не у дел. А многих из них у Кузьмина сохранились самые добрые воспоминания. Допустим, Слезкин Николай Григорьевич, электросварщик, он весь рыбокомбинат все сварил. Любое дело поручишь, пока не сделает. Он такой вот это, Заколупин, допустим, Вячеслав, он следствия консервного цеха. Умница. Он мне напоминал Леонова, это артист, так сказать, он такого же роста, такой же, так и застенчивый, такое же, лицо такое же. Это невозможно. Это не может быть. Вот, мастер на все руки. Масса людей таких было. Сейчас обсуждается вопрос о возрождении рыбоперерабатывающего производства, чему Анатолий Викторович очень рад. Но при условии внедрения новых технологических решений, когда рыба перерабатывается главным образом на местах лова. Технологию эту надо применить. Обязательно. Тогда можно деревню возродить. Тогда экономику можно поправить и будет выгодно вертолетам возить тушку. И без всяких дотаций она себя окупит. Вот. А если старую технологию применять, то это тупик будет. Одно время, в начале 90-х годов, Виктор Анатольевич работал во властных структурах. Был первым заместителем председателя окрысполкома. Ну, надо сказать, что, честно говоря, конечно, я был слабый. Слабый еще. Тут молодой. Жизненного опыта не было. Так не надо было спешить. Вообще так, честно говоря, не надо было мне идти во власть. Вот. Но для себя сделал выводы такие, и до сих пор убежден, что это правильные выводы. Что, оказывается, чистые и честные отношения, самые чистые, это в первичном трудовом коллективе. И вот сравнивая консервном цехе, где и ругаться могут, и материться могут, там, и женщины, и... Но самые чистые там отношения в первичном трудовом коллективе, и вот эту среду-то надо возрождать. Незабываемыми для Кузьмина остаются годы, когда он пробовал себя в предпринимательской деятельности. Организовал частное предприятие по выпуску кирпича и шлакоблоков. Взял кредит, купил оборудование по производству кирпича прессованного. Вроде красиво было, и потребность большая, вот. Но нажли с технологией. Почти два года мучился этот, так сказать, и других мучил. Вот. Ну, кирпич надо обжигать, и как бы не то давление там надо было, сухое прессование, там еще обработка. Ну, так прокололся. Ну, зато выпускали шлакоблоки там, керамзитовые блоки, 400 кубов. Вот так, дружище выпустил своими руками. А потом снова на производство вернулся, вот, главным механиком именно на местном комбинате поработал. Потом пригласили директором тепличного комбината. Когда Виктор Анатольевич пришел на тепличный комбинат «Солнышко», он сразу вспомнил своего деда, который тоже заведовал тепличным хозяйством. Кузьмин решил, что это, видимо, наследственное, и не побоялся взяться за новое для себя дело. В теплицах, когда я пришел, первый день посмотрел, посмотрел, вот, меня пугали, что там, ой, это все, ты что, там уже каждый год директора меняется. Ну, 10 директоров для меня сменилось. Это походил, походил, очень рассмеялся, вот, живое производство, нормальное, вот, надо руки вкладывать. И мы стали хоспособом каждый год по теплице строить. Два ангара было, мы хоспособом еще три построили, вот, довели производство овощей. До 100, когда уходил, до 183 тонн. Мы выращивали и грибы, так сказать, и капусты небольших количествах, вот, и помидоры мы. Одну теплицу лежали под помидорами, до сих пор помню аромат. За время его директорства на тепличном хозяйстве предприятие расширилось и увеличило ассортимент выращиваемой продукции. А кроме того, на весенние праздники смогли полностью закрыть местный спрос на тюльпаны. Впервые в округе по программе «Озеленение» стали выпускать цветочные газоны. Углев Егор Теренчич, бывший директор ОПХ, он же на пенсии был, пригласил его, вот, первый газон закладывал в Учейского 22. Вот, я говорю, Егор Теренчич, помни, исторический момент, ты первый закладываешь газон. Виктор с большим уважением и восхищением вспоминает и всех тружениц коллектива, которые не боялись никакого физического труда и работали с полной самоотдачей. Тюльпанами начали заниматься, там, 300 тюльпанов в год. Вот, вспоминает, там, эти ящики такие тяжелые с песком. Нехитрая технология, значит, эти бедные женщины в течение 4 месяцев, там, ну, с конца сентября, как закладывают луковицы на вырост, и там до 5-го, так, вот, это, они эти, марта, там, эти ящики таскают, где ищут, где 0 градусов, так сказать, а там-то плюс 10, то минусовая, вот они, бедные, 30 ящиков тяжеленных. Родина Виктора Кузьмина – деревня Малашуйка Архангельской области, и он не забывает своих корней. Искренне любит свою малую родину и почти каждый год бывает там, где похоронены родители, где прошло его детство. Он и сейчас относит себя к поморам. Называю себя трескоедом, вот, для меня-то почетно слышать, да, потому что это историческая пища, наших поморов. Рядом с его деревней проходила железная дорога, которую строили заключенные ГУЛАГа. Жертв при строительстве было очень много, и Виктор со школьной поры соотносил по ему Некрасова железная дорога с той, что была по соседству. Братья, вы наши плоды пожинаете, нам же в земле истревать суждено. Все ли вы нас добром упоминаете или забыли давно? Его все время очень задевало то, что о 59 тысячах строителей практически не осталось никакой памяти. И вот недавно он исполнил свою мечту и, как он считает, свой гражданский долг перед забытыми строителями железной дороги. С благословения церкви он с земляками установили поминальный крест у железнодорожного полотна. Я вообще не могу равнодушно относиться, когда люди не помнят истории своей. Здесь мы забыли, как бы хорошо живется, а неприятные мы не хотим вспоминать. Прямо дороженько. Насыпи узкие, столбики, рельсы, мосты. А по бокам-то все косточки русские. Сколько их? Ванечка, знаешь ли ты? Виктор с детства ощутил в себе одну удивительную способность прислушиваться к своему внутреннему голосу, который помогает ему и сейчас в каких-то непростых жизненных ситуациях. В том числе и справляться со сложными недугами. Однажды ему поставили диагноз подозрения на онкологию. А мне внутренний голос говорит, ты, говорит, вылечишься, если будешь плавать в холодной воде. Голос синтезированный, такой нечеловеческий. Он повелительный, только исполнять надо. Я приехал в Наринмар, здесь еще забереги, на снегоходах ездят, там что-то парусики готовят. Там это, значит, ну, забереги. По снегу дом строил здесь, по снегу забрел. И так это холодно, понравилось. И стал до того, как морозы наступили, уже минус 15, там отколешь лед, заберешь. И у меня все прошло, я вылечился. Вот что значит прислушаться внутреннего голоса иногда. Еще раз убедиться в своих интуитивных способностях ему пришлось, когда однажды собирался в лес за ягодами. Внутренний голос опять предупредил его о возможной опасности. В деревне, это было лет 6 назад, ночью я там один жил, приехал в отпуск. Проснулся, мне внутренний голос говорит, не ходи, встретишь медведя. А я хотел за морожкой съездить на этот участок, интересно было. Что ж там, это вот не бывало, там вроде морожка должна есть. Перелез густой, значит, вот, а потом елки-палки. Происходит же, испугался. Я один, мало ли чего. Так, первый день прошел, а второй день разжигает. А третий день, а, ладно, поеду, значит, на мотоцикле, там, поехать, и потом еще брести несколько километров, узкая тропиночка, там, болото. Морожка, да, действительно есть, так сказать, да, все это. Оделся, к вечеру дело, темнеет, рюкзак-то одеваю, а слышу сзади хруст, кто-то несется. Я оглядываюсь, вот такое медвежище. У него седой загривок, мимо меня, там, в двух метрах раз. Я спокойно, ну, вот и сошлось, сбылось, так сказать, ни страха, ничего. Через ручей и иду, 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 быстрее, быстрее. А потом уже страх, потом уже бегом побежал. Глядя на Кузьмина, на его моложавость и подтянутость, невольно думаешь, что он человек спортивный. Однако это не совсем так. Охоту заниматься даже утренней гимнастикой в свое время ему напрочь отбили в морском училище. Там каждое утро по команде все выбегали на плац и в любую непогоду делали специальные упражнения. Единственное, что его полностью устраивает – физический труд и прогулки на лыжах. Как-то раз я в теплицу полпятого утром пошел на работу. Где-то весна, значит, настроение такое. Смотрю, по ним бежит Владимир Дмитриевич. Я так вдохновился. Думаю, вот надо к нему пристроиться, надо к нему, чтобы взял меня в свою компанию, бегать все, значит. То, когда теплицы дошел, меня, как опять же, поразило, как громом. Да он же заставит каждый день бегать. Какую я глупость бы сотворил, если бы не напросился к нему. Так что я к сурядке очень отрицательно отношусь. Долгие годы Виктор Анатольевич вынашивал в сердце мечту построить свой дом, чтобы с женой, детьми, а теперь уже и со внуками временами собираться за одним общим столом. И вот эта мечта сбылась. Долго строил я, несколько лет, лет шесть, наверное, все это дело. Денег, материалов нет, так сказать. Долго строил. Но сейчас счастлив, и жена счастлива, что вот мы живем, свое дело. И когда внуки собираются, она их заставляет кушать, значит, давайте кушать, значит, давайте. Они не хотим, не хотим кушать. Я говорю, сейчас я сделаю. Тебя будут просить есть, и добавки попросят. Вокруг в стола бегать. Бегает вокруг в стола за мной. Я там, это, молочня за мной бегает. Теперь, давайте кричать. А-а-а, там. Они там, а-а-а, тихонько. Громче. Вот. Эту свою энергию пробегается, там тяжело дышит. Вот, значит, они готовы кушать. И добавки попросят. Вот так. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова